МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До недавнего времени никто и не подозревал о том, что на земном шаре существуют такие постройки. Они спрятаны глубоко под землей. Их назначение неизвестно. Грандиозные сооружения находятся в Крыму. Исследователи обнаружили на полуострове уникальный комплекс из семи пирамид. А рядом сенсация. Были найдены гигантские скелеты, напоминающие человеческие. Одна из самых больших загадок современной археологии. Ученые выступили с сенсационным заявлением. Представители неизвестной расы гигантов построили в Крыму подземные пирамиды гораздо раньше, чем египтяне построили усыпальницы для фараонов. Экспедиция программы тайны мира попытается выяснить цель древних строителей и назначение пирамид. Возможно, именно нашей цивилизации предстоит привести их в действие. Кто и зачем возводил загадочные постройки на Черноморском побережье? В мире много тайны. Одна из них будет раскрыта сегодня. Большие жители маленького полуострова. Откуда в Крыму скелеты великанов? Около трех. С черепами. Гигантские пирамиды найдены под землей. Что скрывают древние сооружения? А вот здесь как раз и расположена камера сфинкса. Какую технику использовали строители древних пирамид? За штурвалом вертолета были представители или атлантов, или других працивилизаций. Где затонула легендарная Атлантида? Сюда могли подходить корабли. И кто выжил после всемирного потопа? И тут прилетает тарелка. Тайны подземных пирамид. Здравствуйте. С вами я, Анна Чаркнут. И сегодня мы поговорим о самых древних сооружениях на планете. Мы уверены, что знаем о пирамидах все. Когда речь заходит о пирамидах, то сразу вспоминаем Египет и Мексику. У каждого десятого жителя нашей страны есть фото на фоне египетских пирамид в Гизе. Однако мало кому известно, что эти древние сооружения есть на всех материках и практически в каждой стране. Их находят даже на дне океанов. И что удивительно, прямо у нас под ногами. Загадочные постройки совершенно случайно обнаружили в Крыму. Кандидат технических наук Виталий Гох искал на полуострове термальные воды, а нашел нечто невероятное. Работая со снимком вот этой территории, обнаруживаю здесь электромагнитная аномалия, составляющая радиус 100 метров. Под землей ученые обнаружили каменное сооружение явно искусственного происхождения. Группа Гоха выдвинула сенсационную гипотезу. Прокопались до глубины 9,5 метров и вдруг обнаружили купол. Возникла мысль, что может тут пирамида? Пирамиды находили под водой в непроходимых районах Южной Америки. Некоторые астрономы предполагали существование пирамид на Марсе. Но подземные пирамиды, да еще и на полуострове, на котором, казалось бы, почти каждый метр изучен и застроен. В Крым потянулись исследователи со всего мира. Загадочными пирамидами заинтересовались и серьезные ученые, и эзотерики, и экстрасенсы. Пирамиды возникли еще, конечно, у нас до ученых. Приходила информация нашим контактерам, показывали эти пирамиды. На месте, где были найдены пирамиды, развернулась настоящая охота за открытиями. Со времен первых экспедиций к египетским древностям научный мир не знал ничего подобного. Но внезапно все археологические раскопки были свернуты. Власти Крымского полуострова, не объясняя причин, убедительно попросили археологов покинуть полуостров, а пробитые учеными шахты залили бетоном. Множество мифов и легенд связано с пирамидами. Первооткрыватели египетских пирамид погибли при странных обстоятельствах. Принято считать, что причиной стала ядовитая плесень. Но тогда почему не пострадали другие? Анализируя информацию о пирамидах, невольно приходишь к выводу, что существует мировой заговор. От нас явно скрывают их истинное предназначение и возможности. Возникает очевидный вопрос. А кому это выгодно? Аналогичная история произошла в свое время с китайскими пирамидами. Как только европейские путешественники нашли в провинции Шэньси что-то похожее на памятники египетской культуры, район немедленно закрыли для иностранцев. Коммунистическая партия объявила, что эти пирамиды – просто сельскохозяйственные постройки династии Хань. Все серьезные ученые с этим сталкиваются. Но, как правило, они дают подписку о неразглашении. Однако полностью закрыть от ученых Крымский полуостров оказалось невозможным. Вскоре после обнаружения пирамид другая экспедиция нашла останки тех, кто мог их построить. Сенсация! Рядом с крымскими пирамидами обнаружили гигантские человекообразные скелеты, которые пролежали в земле не одну тысячу лет. Здесь, в Крыму, крымским исследователям были найдены два скелета длиной до трех метров, около трех метров, с черепами вот такими. Существуют, в принципе, и фотографии эти. Но почему эта информация не распространяется в средствах массовой информации, я не знаю. 2 июля 2012 года группа крымских ученых сделала сенсационное открытие. Экспедиция погрузилась на дно Черного моря в двух милях от поселка Штормовое на западном берегу Крыма. Под водой дайверы обнаружили огромный пещерный город. Отчетливо видны ступени, дольмены и другие мегалитические сооружения. А рядом с сооружением, похожим на древний алтарь, исследователи нашли берцовую кость огромного размера. Когда ребята возле Дессы ныряли с аквалангами, и видели там под водой существ большого роста. Их, кстати, в наше время видели и 2000-е годы, и конец 90-х годов возле мыса Ая, под Севастополем. То есть они, возможно, представляют себе остатки, вот той расы гигантов. Это все было засекречено по сейфам, это все хранится в соответствующих спецслужбах. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется в Севастополь на поиски загадочных пирамид и следов тех, кто мог построить столь грандиозные сооружения под землей. Смотрите после рекламы. Кто спрятал огромного сфинкса под полуостровом Крым? А вот здесь как раз и расположена камера сфинкса. И как выглядели архитекторы грандиозного подземного сооружения? Они были большого роста, они были гиганты. Кому мешают раскопки археологов? Желтые, даже золотые, я бы так назвала, огромные шары, притом не очень высоко. Сама геометрия пирамиды несет в себе множество тайн. Со времен Атлантов и до наших дней пирамида считалась символом власти и могущества. На самой распространенной валюте мира изображен все тот же символ. Не в этом ли главная причина мирового лидерства нового света? Ни одна другая геометрическая фигура на Земле не несет в себе столько загадок. А что может дать изучение загадочных свойств пирамиды для науки? Какие новые революционные технологии они могут в себе скрывать? На земном шаре сейчас обнаружено около 150 пирамид. Причем 100 из них вовсе не в Египте. Самый крупный массив из построек правильной формы найден в труднодоступном районе Тибета. Крымские пирамиды – это такой же феномен, первооткрывателем которого стал кандидат наук Виталий Гох. Вместе с ним мы отправляемся на южное побережье Крыма. Здесь исследователи нашли одну из первых подземных пирамид. Сторона этой пирамиды 72 метра идет вот сюда. Сегодня место, где была найдена первая пирамида, напоминает всего лишь котлован. Шурф, ведущий к центру пирамиды, закрыт бетонной плитой. Но Виталий Гох утверждает, у нас под ногами спрятано грандиозное древнее сооружение. Первооткрыватель крымских пирамид вспоминает, как несколько лет назад во время раскопок специалисты наткнулись на купол невероятной прочности. Только спустя несколько дней им удалось проникнуть внутрь. Откуда вышел газ? Газ с запахом гари. Ну, вот эти вот наплывы, это все показывало то, что это электроды. А газ здесь СО2 и СО. Это структура напоминает лазер. Специалисты знают, что современные промышленные лазеры состоят из камеры, заполненной смесью углекислого газа, азота, гелия и водорода. Для узконаправленного излучения необходимы также постоянный ток, система сверхпрочных зеркал и линз. Крымская пирамида как раз и была заполнена смесью газов под большим давлением. Источником энергии для этого лазера могли служить солнечные батареи снаружи, а зеркалами стены самой пирамиды изнутри. Для чего же могли использовать исполинские лазеры? Исследователи крымских пирамид уверены, узконаправленный луч мог быть средством космической связи. По всей видимости, это либо некий ретранслятор, то есть какой-то идет поток энергии из глубин, из этих так называемых пустот, о которых я говорил ранее. Либо это, опять же, канал какой-то связи, или это выход отработанной некой энергетики, которая, ну, опять же, мы не можем утверждать кто, но по всей видимости, некие существа неземного происхождения излучают в пространство, в космос. После того, как начались раскопки, исследователи и местные жители столкнулись со странным явлением. В небе почти каждый день стали появляться неопознанные объекты. Они словно сканировали местность, где были найдены подземные сооружения. Так раз вот очередной раз мы работали с пирамидой, и вдруг увидели, вылетает, там лесочек есть, вылетает одно, оно желтое, даже золотые, вот я бы так назвала, огромные шары, притом не очень высоко, вот прямо над лесом, как они выскочили. Примерно около восьми, половина восьмого вечера, в частности, я первый раз увидел средь бела дня некий летающий объект, причем черного цвета, прямоугольной формы, задние края несколько загнуты вверх, и в передней части этого объекта, внутри самого объекта, был некий шар. Это была среда, мы поужинали, и тут вдруг над морем появляется какой-то большой такой красный шарик, без определенных контуров, но вот он как-то повисел-повисел в воздухе, и потом вдруг внезапно куда-то исчез. Но еще одна сенсационная находка ждала исследователей впереди. При детальном сканировании пирамиды они обнаружили на западной грани таинственного сооружения образование, напоминающее форму сфинкса, обращенного головой и лапами на запад. А вот здесь как раз и расположена камера сфинкса под кучей камней. Сопоставив факты, ученые нарисовали следующую схему. Сомнений не оставалось. Загадочное подземное сооружение напоминало пирамиду. Исследователи расширили географию поиска и столкнулись с еще более удивительным фактом. И обнаружили еще две пирамиды, которые прямо идут до порта. Потом прошли дальше, дальше. В общем, еще обнаружили семь пирамид. Если строения такой высоты оказались погребены под землей, то они, скорее всего, были построены даже не за тысячи, а за миллионы лет до египетских пирамид. Древних динозавров находят на глубине 30 метров. А основание Крымской пирамиды залегает гораздо глубже. Профессор Аризонского университета Ален Хилдебранд провел радиоуглеродный анализ образцов из Крыма и установил возраст построек. Ален Хилдебранд сказал, что подтвердили его гипотезу, что пирамиды до динозавров строились, яйца использовались динозавров. И это было 65 миллионов лет назад, как минимум. Похожие устройства можно найти и на других планетах Солнечной системы. Когда Марс поворачивается к Земле под определенным углом, на поверхности Красной планеты хорошо заметна цепь пирамид и каналов. Узнаете пирамиды? Но они находятся не на Земле, а на Марсе. Но кто их там построил? Уже доказано, что между пирамидами на разных планетах существует астральная связь. Может быть, именно так атланты обменивались сообщениями со своими собратьями из других галактик? По официальной версии, пирамиды – это усыпальницы великих правителей. Но сейчас у многих ученых она вызывает большие сомнения. Не исключено, что на самом деле пирамиды передавали информацию и энергию на огромные расстояния. Мы попробуем проверить, насколько реальна такая возможность. Сейчас мы спустились в подземную камеру, в экранированное помещение определенным образом, где отсутствует постороннее электромагнитное излучение. Юрий Захаров давно изучает пирамиды. На своем дачном участке, используя древние манускрипты, он построил уменьшенную копию египетских пирамид в Гизе. Пирамиды в древности назывались не как пирамида, а именовались «Дом жизни». Единственным материальным источником, дошедших до нас и несущим информацию об этих технологиях, является храм в Данделе. Там изображены люди, которые держат в руках некие проводники, по которым исходит некая сила, которая излучается в пространстве. Древние манускрипты из Египта, как считает Захаров, были расшифрованы не вполне точно. На самом деле пирамида – это устройство для мгновенной передачи знаний, а иногда и жизненной энергии от одного существа к другому. Мы можем наблюдать очень необычное изображение. Это некая сфера, в центре которой находится молодой человек. В подобных изображениях очень часто рядом изображается старший человек. У него есть бородка, видно, что он пожилой человек. И они находятся рядом, связывает их некое устройство. Сейчас мы попытаемся передать часть жизненной силы от одного человека к другому. Это участник эксперимента Роман. Еще в детстве ему поставили диагноз «сахарный диабет». Юрий Захаров уверен, используя энергию другого человека, Романа можно вылечить. Вот на таком диванчатой у нас располагается человек, который подлежит воздействию. В верхней части пирамиды, помещении для донора, находится Евгений. Ему 17 лет, и он абсолютно здоров. Задача этого помещения – максимально собрать электромагнитное излучение определенного диапазона и транслировать его вниз. Помещения изолированы друг от друга. Их связывает система специальных волноводов. Создатель пирамиды включает оборудование. Эксперимент начинается. После того, как донор помещен в камеру, включается аппаратура, и то электромагнитное излучение, оно выделяется определенным образом и передается в нижнюю камеру. На первый взгляд в пирамиде ничего не происходит. Но Юрий Захаров утверждает, что его пирамида работает на полную мощность. Сейчас двух людей в ней связывают невидимые человеческому глазу электромагнитные поля. После эксперимента мы попросили участников поделиться впечатлениями. Все симптомы сахарного диабета прошли просто. На здоровье никак не влияют? Нет. Все хорошо? Все хорошо. Если в нашем эксперименте совсем небольшие пирамиды могут работать как канал энергетической связи, то какие же объемы энергии передавали египетские и крымские сооружения? И главное, кто их построил? Это времена Атлантиды были, строились пирамиды. Тут же видим, как подлетают опять же НЛО, выпускают лучи золотые и оставляют блоки, огромнейшие блоки. Но опять же помощь была, самих Атланты работали, и, соответственно, это еще неземные цивилизации помогали в этом. Гипотеза о том, что пирамиды были построены Атлантами, сейчас имеет немало сторонников. Некоторые исследователи пошли еще дальше. Они утверждают, что сам Крым – это родина погибшей цивилизации. Смотрите после рекламы. Какую технику использовали строители древних пирамид? За штурвалом вертолета были представители или Атлантов, или других пра-цивилизаций. И кто руководил самой загадочной стройкой на планете? Там были жрецы, астрономы, алхимики, астрологи. Где причалил ковчег Атлантов после всемирного потопа? Я уверен, что Крым – это остаток Атлантиды. Атлантида не дает покоя человечеству со времен Платона. Ее следы ищут повсюду, а она находится рядом с нами. Так считает американец Роберт Баллард, нашедший в 1985 году «Титаник» и российский геолог Владимир Масляков. Чтобы доказать этот факт, наши корреспонденты пройдут по всему побережью Южного Крыма. А вдруг столица Древней Атлантиды находилась именно там? Современные исследователи находят все больше доказательств в пользу того, что Атлантида существовала на самом деле. Это была цивилизация. По нашим расчетам численность населения была порядка от 6 до 8 миллионов. Метрополия – это был огромный остров в середине Атлантического океана. Ученые предполагают, что загадочную страну населяли гиганты с уникальными для современного человека способностями. Там были жрецы, там владели космическими знаниями, энергетическими практиками. Были очень умные, грамотные астрономы, алхимики, астрологи, черодеи, волшебники. Они были большого роста, они были гиганты. Это тоже зафиксировано. По мнению исследователей, атланты владели сверхтехнологиями. Сегодня некоторые ученые выдвигают версию. Возможно, именно древние гиганты являются строителями пирамид. Изображение вертолета в Карнакском дворце и во многих пирамидах мы видим изображение вертолета. Существует предположение ученых современных, что пирамиды строились при помощи вертолетов. За штурвалом вертолета были представители или атлантов, или других працивилизаций. Античные тексты лишь приблизительно описывают географию Атлантиды. Из сочинений Платона мы знаем, что легендарное государство объединяло множество островов и владело обширными землями на побережье. По мнению Платона, искать Атлантиду следует в море, которое начинается за Геракловыми столбами. Так философ называл узкий пролив, ограниченный высокими скалами. На самом деле, Латинский океан, Атлантический море называлось Черное море, и Геракловые столбы были при входе в Босфор Фракийский со стороны Черного моря. Неужели несколько поколений ученых искали Атлантиду не в том море? Но если Крым был частью погибшей страны, то на его территории должны быть следы катастрофы планетарного масштаба. Невероятно, но их действительно можно найти на полуострове. По современным научным данным, подчеркиваю, это именно данные науки, и шельфы современного Черного моря в свое время были на поверхности, не затоплены водой. И этот промежуток времени, согласно данным научных исследований, где-то вот длился с начала 15 тысяч лет назад до где-то 6-8 тысяч лет назад. Эти цифры совпадают со временем гибели Атлантиды, указанной Платоном. Есть и другие, явно не случайные совпадения. Например, Платон располагал цивилизацию Атлантов на семи островах. И что интересно, у нас на Черноморском нашем бассейне, в нашем регионе тоже, речь идет про семь священных островов, которые сейчас во многом практически все за отдельными участками суши, оставшимися затоплены водами вот этого последнего, так называемого Дарданова потопа, который образовался в результате пролива Босфоры-Дарданеллы. Эксперты предполагают, что древние города были стерты с лица земли огромной волной. Однако кому-то из Атлантов все же удалось спастись от колоссального наводнения. Огромная масса воды с очень приличной скоростью, где-то 15-20 сантиметров, а то и больше где-то в сутки, затапливало. Народ бежал в горы от этого все со всем своим скарбом. И Атлантида погрузилась в Черное море, и сейчас его равнина лежит на глубине 1758 метров, в основном равнина. Я уверен, что Крым – это остаток, останок Атлантиды, погибшей 11700, где-то 9 лет тому назад. Современные исследователи считают, что в Крыму часть Атлантов выжила после катастрофы. Мало того, таинственная цивилизация сохранила технологический уровень. На плато Качикальон найдены следы исполинских колец, которые были когда-то вмонтированы в скалы. Люди, спасаясь от потопа, жили именно на вершинах вот этих вот скальных плато. Эти проушины с металлическими кольцами были созданы именно для того, чтобы могли подходить корабли, какие-то плавающие средства, и здесь просто причаливать. По всей видимости, крымская колония Атлантиды каким-то чудом спасла и свой флот. Этим и объясняется феномен колоссальных колец, вмонтированных в скалы. Тысяча лет назад вода доходила до горных вершин, поэтому сейчас древние причалы Атлантов возвышаются над уровнем моря на сотни метров. Мы находимся на высоте, думаю, метров 150-200 над уровнем долины. И само собой напрашивается, что все-таки людей загнало наверх, наверх, на плато, в эти вот пещерные города, которые они построены, именно большая вода, вода Большого потопа. Вероятно, в крымских горах спасалась от потопа элита Атлантиды. Вот одно из убежищ, которое могли использовать атланты. Гора Тепе-Кермен даже формой напоминает усеченную пирамиду. Исследователи предполагают, что ученые древней цивилизации предупреждали о грядущей катастрофе. Поэтому кто-то успел заранее подготовить флот и укрытие в горах. Я думаю, что спаслись, скорее всего, люди, которые были связаны каким-то образом с мореплаванием, с науками, с астрономией, которые каким-то образом могли предсказать все-таки то, что великая вода перейдет очень быстро и очень неожиданно. Как ни странно, Тепе-Кермен никогда не привлекало особого внимания археологов. Хотя эти тысячелетние постройки поистине неисчерпаемый материал для исследования. Пещерные галереи, подземные храмы, система колодцев и вентиляции – все это очень напоминает грамотно спланированный город. А это горная долина сфинксов у подножия горы Мангуб. Здесь еще сохранились руины от средневекового города-крепости. Однако исследователи считают, что еще задолго до этого в долине существовала высокоразвитая цивилизация. И здесь происходит что-то непонятное. То есть, с одной стороны, понимаете, Мангубская вот эта плата, этот памятник сам, он очень хорошо изучен, этот город древний. А с другой стороны, остается тайна, загадка. И она не дает мне покоя. Исследователи утверждают, что два огромных скелета были найдены именно в районе Мангуба. А местные жители называют это место аномальной зоной. Над горой часто появляются неопознанные летающие объекты. На Мангубе была база НЛО. И эти люди, которые… Не, не люди. Эти существа, которые откуда-то из космоса прибыли, создавали нечто похожее на человечество. Но параллельно оставляли за… Как наблюдение за этими людьми, ну, биороботов. И вот как визитную карточку этих биороботов они отобразили на этой горе. Огромные валуны действительно напоминают искусственно высеченные фигуры. Есть, как вы видите, большая голова с крупными глазами. Есть вон узкая, вытянутая голова без глаз. Есть и просто вон головы. Это же как раз те формы, которые рисуют контактеры в своих рукописных описаниях контактов. Смотрите после рекламы. Всемирная сеть в древности. Как передавали сообщения 15 тысяч лет назад. Это были центры удержания какой-то информации, какой-то энергии. Кто предупредил атлантов о грядущей катастрофе? Все не говорят, они создают окно, тоннель, портал особых чистых вибраций. И можно ли сейчас использовать доисторические порталы? Я просто вот почувствовал, что от этого камня идет тепло. Наша экспедиция идет по следам атлантов. Побережье Крыма буквально усыпано постройками, которые совсем не характерны для античной культуры. Они гораздо древнее. До сих пор считалось, что дольмены строились для захоронения древних жрецов. Но тогда почему не найдены их останки? Возможно, что дольмены использовали для других целей. Не зря дольмены всегда строили в местах силы. Они и сейчас творят чудеса. Например, могут исцелять от неизлечимых болезней. Дольмен – это каменная постройка из четырех стенок, накрытых сверху общей массивной плитой, вес которой может доходить до нескольких тонн. В горах Крыма их находят буквально на каждом шагу. Давайте сейчас посмотрим конструкцию крымского дольмена. Вот мы действительно видим, что в землю уходит четыре довольно толстые, до 25 сантиметров, плиты каменные. Я думаю, весом не менее 800 килограммов. Сверху они накрыты огромной крышкой. Вот мы можем видеть, что она у нас достигает до 50 сантиметров толщины. Считается, что дольмены – это древние захоронения. Однако ни костей, ни украшений в этих якобы могилах никогда не находили. В Крыму уверены – в дольменах атланты прятали нечто гораздо более ценное. Буквально в 30-40 метрах от первого дольмена мы натыкаемся на второй дольмен. Это были центры удержания какой-то информации, какой-то энергии, какой-то силы. Тысячи дольменов, словно построенных по одному проекту, возникли в разных уголках земли примерно в одно и то же время. Кроме того, их стены выполнены из песчаника. Этот минерал при сжатии способен генерировать электромагнитные волны. Археологи заметили, что все дольмены расположены в зонах сейсмической активности. То есть при определенных условиях примитивная на первый взгляд постройка может генерировать сигнал и передавать его по разломам земной коры к другим дольменам. Естественно, возможно, какие-то мегалитические сооружения относятся к так называемой Черноморской Атлантиде. То есть там такие были техномагические практики мощнейшие, осуществляемые жрицами Черноморской Атлантиды. Теоретически это вполне возможно. Ведь все сейсмоактивные участки Земли образуют единую сеть разломов. Можно предположить, что существовали и люди, которые могли настроиться на волну этих каменных передатчиков. Неужели дольмены – это грандиозная система оповещения и передачи информации, построенная за тысячи лет до изобретения интернета? Я думаю, что в мегалитическую эпоху люди не зря поклонялись камню. И сама структура дольмена, я думаю, она именно была создана по причине того, чтобы она могла сохранять, накапливать и передавать информацию. Пока ученые спорят о назначении дольменов, древние памятники притягивают все новых паломников. Жители Крыма уверены – загадочные постройки обладают некой силой. Нахождение, возможность тактильно ощутить этот дольмен, возможность почувствовать руками его энергию – это меня лечит. Это меня лечит, это делает меня сильнее. Я чувствую себя лучше. Для меня это действительно… Я нашел то, что мне надо. Древние памятники Крыма ставят в тупик даже опытных специалистов. На сравнительно небольшом полуострове встречаются постройки, которые принадлежат к совершенно разным культурам и эпохам. На склонах горы Димирджи обнаружены так называемые сейды – валуны на подставках из мелких камней или укрепленные в неустойчивом положении. Официальная наука называет такие сооружения мегалитами и считает, что их можно встретить только на крайнем севере Европы, в Карелии и Финляндии. Исследователи считают, что сейды в древности служили своеобразными транзисторами, которые могли усиливать энергию из космоса в тысячи раз. Мегалиты стоят в особом порядке, как бы связь. Вот все мегалиты, они создают окно, тоннель, портал особых чистых вибраций, в которых ты можешь контактировать с любыми мирами. Ученые, серьезно изучающие феномен Атлантиды, считают, что атланты обладали техномагическими технологиями воздействия на камень. Другого объяснения грандиозности и монументальности сохранившихся сооружений древности вообразить невозможно. Смотрите после рекламы. Ученые предполагают, эти огромные камни использовались для подзарядки летательных аппаратов. И вот здесь молодежь стоит, отдыхает, и тут прилетает тарелка. Что зашифровано в каменных книгах гигантов? Мы открыли, это есть пирамиды-антенны. Наследие атлантов. Кто разгадает самую страшную тайну в истории Земли? Это какая-то информационная система, предназначена чисто для Земли. Еще одним доказательством присутствия в Крыму древней и высокоразвитой цивилизации считают особым образом обработанные камни Менгиры. Атланты дали, либо атланты, либо инопланетяне дали знания местным пламенам и сказали, вот здесь надо стоять. Существует версия, что они установлены по принципам сакральной геометрии в форме идеального кристалла, где энергия Солнца сохранялась по закону циркуляции энергии. А остальные Менгиры, большинство из которых не дожили до наших дней, составляли внешние границы кристалла, а главный, на который падали первые лучи, являлся аккумулятором. Так что, по самым невероятным гипотезам, это место могли использовать атланты для подзарядки летательных аппаратов. И вот здесь молодежь стоит, отдыхает, и тут прилетает тарелка громадная. Вот села она вот здесь, вот так вот крутилась, прямо на это поле. То есть прилетели хлопцы оттуда полюбоваться этими Менгирами. И тут эти все сельские ребята были в шоке, когда эта тарелка... Вот прямо вот здесь она приземлилась. Исследователи говорят, эти камни обладают грандиозным и пока неизученным потенциалом. В селе Родниковое с каждым из них связана своя легенда. Дочка в Киеве живет, вот у меня дом я ей построил. Она привезла друзей с Киева, у них тоже была проблема, не было детей у них. Ну, они пожили здесь две недели, пообщались с этим камнем. Мы тоже ездили на море, с этим камнем общались. И уже к дочке я ездил через год на свадьбу, у них родился мальчик. Были такие ситуации, что, допустим, женщины не могут долго, много лет родить. И вот они приходят в полночь к этому Менгиру, делают обряд специальный. И приезжают домой, и у них получаются прекрасные дети. Тайна мегалитов, разбросанных по всему миру, до сих пор не разгадана. Кто воздвиг эти грандиозные сооружения? Как строителям удавалось доставлять на десятки и сотни километров многотонные камни и устанавливать их? Исследователи утверждают, что мегалитические сооружения – это своеобразные каменные книги древних, в которых зашифрованы данные о Земле, Солнечной системе и Вселенной. Это атланты после потопа. Пришли, допустим, они в разные земли. В частности, здесь они были, атланты. И дали знания местным племенам. Города Атлантиды оказались под водой. Но сама цивилизация атлантов, считают исследователи, не погибла. Часть древнего народа сохранила свои технологии и культуру. Доисторические причалы в Крымских горах говорят о том, что даже флот атлантов мог уцелеть после катастрофы. Эксперты утверждают, что после потопа они могли переместиться из Крыма на север Африки. Это произошло около пяти тысяч лет назад. Интересно, что именно в тот момент египетская цивилизация вдруг совершила грандиозный технологический прорыв. Египтяне воздвигли великие пирамиды в Гизе. Это какая-то информационная система, предназначенная чисто для Земли, но она работает только при условии, что она целостна. Ну, то есть, условно говоря, все пирамиды задействованы. Пирамиды были такими же трансляторами, когда работали все вместе, только информацию они передавали напрямую, без приемников, и позволяли контролировать людей, то есть позволяли контролировать какую-то часть населения. Толпы варваров разграбили и разрушили часть египетских пирамид. Единая система, задуманная еще атлантами, вышла из строя. Возможно, поэтому мы сейчас можем только предполагать, как же работала эта глобальная сеть и какие функции выполняли грандиозные сооружения. Играетary. Продолжение следует...